следующая тема учим основу функционального программирования ее нам будет преподавать прийти к середе то есть какая-то приезжая приезжая какая-то индуска возможно да что-то что-то подобное хочу она приезжая машина из из индии пишет либо это либо у нее родители были приезжие она уже местная хорошо продолжай так вот нам она говорит что вообще-то это на free code кемпе статья поэтому она там рекламирует свой курс на free code кемпе учим функциональный java script правильно но мне показалось просто интересным вот это ее небольшая статья в которой она расскажет вообще об основах функционального программирования наверняка вам будет интересно когда мы здесь многократно говорим что вот там хаскель функциональный программирования а а что такое здесь вы скажете и ну говорит рассмотрим что функциональная программирование это не фреймворк или инструмент это так сказать путь это способ написания кода но вообще парадигма я бы сказал ноги мне нравится парадигма слова вот и по сути согласно этой парадигме основной вообще тезис это то что все весь код пишется функциями и функциями не просто как модульными так сказать вещами которые мы как-то упорядочиваем а с помощью что это строительные блоки так сказать что все эта функция но на самом деле вся программа она так сказать описывается в одной гигантской функции которая состоит допустим из трех которые в свою очередь тоже могут из нескольких состоять а во всех уже самое так сказать атомарная единица самая неделимая эта информация для этих функций то есть дейта который может быть там цифрами строками и так далее то есть все по крупицами из функций но по факту да кроме этого она говорит ну ведь вроде на любых языках программирования в любых подходах мы пишем функции для кода нагады да все конечно правильно но функциональном программировании функции уходит прямо на другой новый уровень здесь картиночка уход на другой новый уровень и а я расскажу о том что у любого у любой программы есть две два параметра первый это ее поведение то есть то что происходит а второй это данные с которыми она работает не может программа быть сама по себе какие-то данные у него на входе есть даже если это просто вы как пользователь этой программы ваш там рост вес кровяное давление и силу и ловкость и восприять поведение это то что полностью функциями выполнена так сказать выполняется и функции это это вещи в себе которые это части кода которые выполняют определенную какую-то задачу и по факту функциональное программирование оно как моделирование то есть для нас функция это не более чем какой-то черный ящик у которого есть данные на входе есть данные на выходе они как-то вот входные данные преобразуют проводят через хитрые алгоритмы после этого есть результат как только функция написана и можно использовать 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 с разными входными данными получать разные выходные а может быть одинаковые и кроме функции есть информация дейта в функциональном программировании и это важно помнить самый основной основное отличие это то что информация на и мьют а был не не неизменимая если у нас какая-то информация есть мы ее храним а если у нас появляется новая информация мы ее обязательно в новых переменных храним в новых каких-то конструкциях и так далее поэтому всегда если у нас на выходе есть значение всегда это новое значение здесь даже жирным это выделено всегда и в принципе функция и неизменные значения это единственное что есть функциональном программирование и на самом деле чтобы было проще функция это тоже info потому что функции можно тоже и на вход и на выход получать на выходе получать функции и на вход давать функции поэтому мы должны прям понять что у нас есть дэйта и functions которые мы можем передавать друг в друга мы можем функции передавать дату и функции передавать функции и из функций чтобы у нас получались функции и так далее вообще а ну да здесь опять же это сказано что и к переменным и к данным мы можем обращаться и как константам и как переменным но передавать их друг другу и так далее как параметры здесь есть картиночка function my func a и b что и и b могут быть и функциями информации и return x тоже мы можем возвращать и функцию информацию и суть функционального программирования что даже самую сложную логику мы должны разбить на количество мелких задач пусть они будут итеративные там в рамках функции или чего-то еще о функции циклов или рекурсий но когда мы их соединяем вместе мы решаем какую-то гигантскую проблему это напрямую граничит системным подходом которым у нас в институте учили о том что нужно все системы разбивать на подсистемы задачи все разбивать на подзадачи и каждый из них будет функции которые оперируют с неизменяемыми данными для данной конкретной функции эти данные неизменны мы на входе получаем берем одно и получаем из этого что-то другое все функции отрабатывает как болванка просто то есть у нее есть вход есть выход и и все поэтому функциональном программе нужно все функции делать не прикладными а максимально универсальными чтобы если плюс то вот вот она плюс а сложить можно чего угодно хоть результат функции 1 и функции 2 и передать их сразу как параметр хоть просто там два каких-нибудь значения все должно быть максимально универсально и здесь у нее есть картиночка того что как функции между собой сочетать что вот функция g у нее на входе 1 а потом на выходе 3b которые преобразуются просто мы каждый бы можем передать функцию f получить сину и так далее то есть большое количество типа каких-то абстракций но есть определенные свойства которые мы должны учитывать функция не чистейшие то есть без ничего лишнего они должны какую-то одну функцию выполнять функции это тоже неизменная дата информация в том смысле что вот если мы написали функцию на сложение все мы складываем только этой функции а если нам нужно написать сложение и умножить на 2 все это отдельная другая функция этому уже не трогаем у нас все вот такими отдельными блоками до сборными так сказать для конструктора есть и мы их можем собирать как хотим функции гарантируют все прозрачности в отношениях то есть не будет такого запутанного что мы из одной функции используем что-то от другой и так далее мы либо на вход либо на выход можем подать результат одной или другой функции и все поэтому она как ну вы подписывайтесь на мой курс нам вы все поймете если еще не поняли а вряд ли тут учета поняли ну вот по ее мнению этот подход функциональное программирование он делает все проще проще понять проще реюзать то есть использовать по новой проще от тестировать так дальше проще поддерживать рефакторить оптимизировать и вообще думать о причинах поэтому вот так она пиарит свой курс но вы помните что самое главное за то что все это функции причем информация это тоже функции а функции этой информации и все данные должны быть и мьютабл то есть неизменные я помню был какой-то подкаст radio team ну какой-то подкаст в смысле какой-то выпуск там в начале четырехсотых еще где они тоже рассказывали о сути функционального программирования лично я это вынес еще тогда я помню прям был теплый день будний и я ехал за мясом в маршрутке просто и слушаю жестоко звучит суть в том что мы еще в университете когда ходили на дополнительное образование у нас один из преподов уже тогда говорил чуваки я вот функциональным программированием занимаюсь да и в шарп все дела все прикольно попробуйте посмотреть так не попробовали и не посмотрели но подход за то за мясо в маршрутке